Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня обалденная просто закуска. Я должна вам показать вблизи. Посмотрите, как красиво приготовила мама. Увидела рецепт, решила просто попробовать. И нам настолько зашло, нам настолько понравилось, что мы решили даже на мукбанке. Ну так, знаете, чисто для разнообразия. Дальше у нас плов и мидии. Мидии, кстати, обжаривала я, потому что я не люблю, когда их сильно обжариваешь. А так получаются они какими-то резиновыми, а вот это прям идеально. Крупные мидии нигде не нашла, поэтому приходится обходиться такими мелкими. Но если кто там живет в Азербайджане, напишите, пожалуйста, где в Баку можно заказать большие мидии. Я хочу их запечь, так как нравится мне. Многие вообще вещи мне нравятся готовить дом. Например, грузинские хинкали. С подругой много раз кушали в хороших грузинских ресторанах, но вкуснее, чем у моей мамы, не получается. Возможно, дело в мясе. Они, наверное, все-таки экономят на мясе. Обожаю мидии. Особенно жареные. Я их хорошенько очистила. Стоит, кстати, очень дорого мидии. Вообще, когда папа увидел ценный морепродукт у нас в Баку, папа был просто в шоке. Говорит, у нас в России все это стоит вообще копейки. Раньше не любила морепродукты, сейчас просто обожаю. Хотела еще полить соевым соусом. Мама сказала, что не будет сочетаться. Можете меня поздравить. Наконец-то я смогла поднять просмотры на моем бумажном канале. И они конкретно поднялись из-за того, что я начала часто снимать туда контент. Причем я это делаю от души. Делаю это хорошо. И теперь, как и раньше, у меня видео набирают по 100 тысяч. Это, конечно, очень приятно, очень меня мотивирует. Я целыми нямя рисую. Поэтому страдает этот канал. Здесь уходит очень мало видео. Не могу распределить время так, чтобы успевать и здесь снимать, и там. На одно время у меня была апатия в том плане, что мне не хотелось рисовать. Почему не хотелось рисовать, могу объяснить. Я сидела, рисовала, и мне позвонил мой дворный брат и сказал, что бабушка умерла. И после этого у меня какое-то неприятное ощущение было, когда я открывала каталог. Я старалась этого не делать. И где-то за месяц на моем канале, по-моему, вышло ни одного видео. Какой десерт. Какой десерт. Закуска. В общем, похороны, все эти дела. Было вообще не до рисунков. А потом, опля, я выложила видео. Он вообще перестал набирать приклинки. То есть, кто тоже сейчас ведет каналы, возможно, меня смотрят тоже блогеры. Обязательно периодичность. Вы можете не публиковать видео, например, через день, а сделать так, что прям в неделю два ролика. но выкладывайте, 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 потом резко исчезаете. Это не дело. Ну, по крайней мере, у меня так. Вот я исхожу из своего опыта и вот вам рассказываю. все-таки блогинг это не совсем как хобби. Больше, наверное, как работа. Но сейчас я себя абсолютно не заставляю рисовать. Мне самой хочется. Я вижу эти просмотры, вижу, что людям нравится то, что я делаю. Одно видео прям 200 тысяч набрало прям сразу. Я сижу целый день рисую, у меня начала болеть рука. Почему не спина, а именно рука? Могу объяснить. Я когда пишу прям с самого детства, у меня такая привычка очень сильно нажимаю на руку. Точнее, очень сильно нажимаю на ручку. И потом у меня болит рука. И мама меня ругает. вчера приходил мой брат. Я сидела, работала. Я ему сказала, извини, мне нужно доделать коллекцию, ты пока посиди, попей чай, а я пойду работать. И брат мне сказал такую фразу, которая меня заставила задуматься. Вот реально. Он мне такой говорит, вот ты рисуешь, 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 там снимаешь контент туда-сюда, раз, говорит, и ты очнешься, что на тортике на твоем дне рождения 40 свечек. Я так посмотрела на него. Поняла, что все-таки он прав. То есть жизнь, она проходит мимо нас, когда мы просто поработаем. Нужно находить время и на отдых, и на все остальное. Но я не могу. Это реально я не могу. Например, я сижу, пью чай с братом, у меня в голове, я думаю, блин, надо эту коллекцию сделать, надо вот так вот сказать, надо там это. Как говорит, мама, тебе не надо личную жизнь, тебе не нужен парень. У тебя есть YouTube. Скоро YouTube тоже тебе напишет письмо, что ты уже задрала. Здесь еще сыр-косичка. Идеальное просто сочетание. Давно уже не делала заказ в шейн. Вчера исправила это. Небольшой такой заказик сделала. Я вам уже рассказывала, что приедет моя сестра в Юрне, с которой мы вместе росли. И мы хотим снять видео обмен подарками. и мне нужно ей купить вещи. Я решила кое-что заказать с Шейном. Поэтому, не знаю, распаковку стоит снимать или нет. Хотя вы, наверное, не поймете, что я себе купила, что ей. Потому что мы одной комплекции одного размера. по-моему, одного. Я ее очень давно не видела. Я, правда, мелочи купила. Но, мне кажется, так будет намного интереснее, когда мелочи, много вещей. Мы таки обмениваемся. Первые впечатления эмоции. Мама, когда накладывала, говорит, Айка, ты столько не съешь. Угу. Да, реально так много дием, но это просто настолько вкусно, что невозможно удержаться. Недавно видела, как корейские блогеры ездят живых крабов бронева. Живых, прикиньте. Я лично считаю, что это очень жестоко. Это пипец, как неправильно. вот опять видео получается короткое. еще у меня нету цели, например, снимать видео там по 30 минут, потому что я схожу из своих интересов, я сама такие длинные видео не смотрю. Даже сериалы. Девчонки мне советовали посмотреть здесь постучи в мою дверь. Я подумала, что это очень долго. Я люблю турецкие сериалы. Там очень классный сюжет, прикольно снято. Немножко слишком переиграна каждая ситуация, ну а так с удовольствием смотрю. я обожаю смотреть в оригинале, то есть на турецком. Если вы посмотрите один раз перевод, а потом оригинал, и вы поймете, что оригинал намного круче. Там даже фраза подобрана как-то не очень. Одна и та же фраза, например, на турецком звучит круто, а на русском как-то ну не то, ее надо заменить на что-то другое, а переводят как будто дословно, и в общем мне не очень нравится. На этом, пожалуй, все, я наелась, было очень-очень вкусно, реально. А вы в свою очередь не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь. Всех люблю, с вами Блайка.